В Западной Европе на протяжении нескольких столетий, начиная с эпохи Ренессанса и почти до конца 19 века, большой популярностью пользовались произведения часового и ювелирного искусства с необычными механическими устройствами. Первые же автоматы, подражавшие движением птиц, животных и людей, были изобретены еще во времена античности. Их устройства были основаны на знании принципов пневматики и гидравлики, часто использовалась гравитация. В эпоху Возрождения впечатляющие механические забавы представлялись на придворных приемах. Нередко в их изобретении участвовали выдающиеся художники. В создании животных автоматов, скрывающих в себе сюрпризы, применял свои инженерные изобретения Леонардо да Винчи. «Механика есть рай математических наук», – писал Леонардо. В 16-17 столетиях механика делала большие успехи. Механицизм был возведен в ранг метода познания. Механическая форма движения воспринималась как единственно объективная. Механика считалась первоосновой всех наук. Она была положена в основу понимания природы. Ученые и философы составляли механистические модели Вселенной. Множество оригинальных изделий автоматов были исполнены европейскими мастерами в 18-м столетии, когда прикладные искусства переживали пору блестящего расцвета. Эпоха рококо ценила изобретательность игру мысли и воображения. В век просвещения чудеса механического искусства применялись, чтобы доказать победу разума над органическим миром. Механические курьезы были призваны удивлять и развлекать своих владельцев. Драгоценные диковинки считались предметами роскоши. Их передавали по наследству. Музыкальные часы и изделия с анимацией украшали парадные и жилые интерьеры императорских дворцов и особняков знати. В этих затейливых предметах по-своему отражалось время, увлечение и веяние моды, стилевые предпочтения эпохи. Не меньше функциональной стороны важна была внешность курьезного предмета – декор механической начинки. Механические диковины – особая сфера художественного творчества, в котором мастерство механиков и часовщиков сочеталось с искусством ювелиров, бронзовщиков, мастеров мебельного дела. Многие знаменитые изобретатели прошлого занимались и художественным оформлением механических забав. Иногда механические фигурки исполнялись по работам известных художников. В XVIII веке мелодии для музыкальных автоматов нередко сочиняли ведущие композиторы эпохи. Подобно тому, как впечатляет красота формулы, восхищение вызывала красота технической композиции, совершенство исполнения мельчайших деталей. Нередко механические устройства имели художественные решения. Например, их детали отличались по цвету и фактуре. Иногда механизм специально оставляли видимым. Демонстрация достижений технической мысли входила в общий замысел произведения. Увлечение механическими курьезами пришло в Россию из Европы в XVIII веке. В коллекции драгоценных и редких предметов, собранных Екатериной II, находились шедевры механического искусства. Следуя моде, автоматы, игрушки и прочие механические диковинки стали собирать екатерининские вельможи. Большое количество художественных предметов с механизмами из императорских и аристократических собраний впоследствии вошло в коллекции декоративно-прикладного искусства Эрмитажа. В конце XVI-XVII веке в Аугсбурге и Нюрнберге, крупных центрах часового дела того времени, исполнялись часы в виде фигурок животных. Часы дополнялись несложными механизмами анимации. Во время хода часов животные вращают глазами, а в момент боя открывают пасть. Часы-будильник немецкой работы рубежа XVII-XVIII веков снабжены двумя механизмами. Устройство типа таймера издает звуковой сигнал. Механизм огнивного боя зажигает свечу. На протяжении нескольких веков к числу любимых механических забав принадлежали миниатюрные заводные кареты. Выполненные из серебра или бронзы, искусно декорированные чеканкой, росписью или стразами, эти игрушки могли служить дорогим и редким подарком. В XVIII-XIX веках в изготовлении каминных и настольных часов, снабженных хитроумными устройствами, принимали участие ведущие мастера своего времени. Часы с музыкальными механизмами и анимацией часто имели и другие сложные функции. На девяти циферблатах астрономических часов работы Луи Пуаре показываются месяцы, дни недели и число, лунный календарь, знаки зодиака, время восхода и захода Солнца. В часах работы знаменитого лондонского механика и ювелира Джеймса Кокса музыкальный механизм скрыт в шкатулке, подруженной на четырех быков. Музыкальный механизм проигрывает шесть мелодий на девяти валиках. Причудливые часы насыщены декоративными эффектами. Часы обильно украшены разноцветными стразами и натуральным жемчугом. Музыкальный механизм Корпус шкатулки покрыт агатовыми пластинами. В часах-автоматах нередко использовались устройства, воспроизводившие явления природы. Ажурная беседка со стеклянными трубочками в виде струек фонтана – это музыкальная шкатулка. Она дополнена часовым механизмом и устройством, имитирующим водные струи, которые образуют эффектный каскад. Музыкальный механизм Большим успехом у публики в XVIII, I, III, XIX века пользовались часы с анимационными автоматами, которые заставляли механические фигурки воспроизводить занятия людей. Музыкальный механизм Часы-фокусник Сделаны во Франции в 30-х годах XIX века. В их основе – автомат работы Жана и Жена Робер Удена, французского механика и часовщика, который был также и замечательным иллюзионистом. Распространенным типом каминных и настольных часов были часы с отбивающими время амурами. В XVIII веке Европу охватило увлечение пением канавеек. Мастера механического дела, уловив веяние моды, стали изобретать клетки часы с экзотическими поющими птичками. Швейцарский мастер Пьер Жаке Дро усовершенствовал изобретенный во Франции органчик – серенет, при помощи которого канарейк обучали различным мелодиям. Он изобрел свисток со скользящим поршнем, который позволял с точностью имитировать птичьи трели, изменяя тональность свистка. Мастер соединил серенет с часами и механизмом, заставляющим фигурку поющей птички порхать в клетке. Благодаря изобретению Жаке Дро стало возможным создание миниатюрных певчих птиц. В заводных игрушках экзотические птички, чаще всего канарейки или танагры, перелетали с ветки на ветку и издавали трели совсем как живые. Маленькие птички украшали музыкальные шкатулки и карманные часы, табакерки и флаконы, набалдашники – трости, театральные лорнеты и даже пистолеты. Жанровые сценки, изображающие музицирующих обезьянок, были популярны в искусстве 18-го столетия. Швейцарский мастер 19-го века, обращаясь к этому сюжету, нарядил механических обезьянок в костюмы прошедшей эпохи. Куклы музицируют в изысканном интерьере в стиле французского классицизма 18-го века. Обезьянки, подражая игре настоящих музыкантов, совершают движение под мелодию с металлического валика, расположенного в деревянном основании игрушки-автомата. Кроме разнообразных музыкальных шкатулок, служивших своеобразной игрушкой, европейские мастера конструировали шкатулки с механическими секретами, имевшие практическое назначение. Шкатулка из красного дерева с портретом Людовика XV – произведение знаменитого немецкого мебельного мастера Давида Ренггена. При повороте ключа механизм приходит в движение и открываются скрытые отделения для хранения бумаг. Произведение с механическими устройствами Ренгген создавал совместно с известным механиком и часовщиком из Нейвида Петером Кинцегом. В галерее драгоценностей Эрмитажа, где собраны памятники ювелирного искусства, хранится много художественных предметов, оснащенных механическими устройствами. Среди них несколько работ выдающегося мастера XVIII века Джеймса Кокса. Из лондонской мастерской Кокса вышло множество сложных автоматов и музыкальных часов, от миниатюрных изделий до затейливых автоматов огромных размеров. В мастерской одного из лучших парижских ювелиров конца XVIII века была выполнена изящная тросточка с музыкальным механизмом. Принадлежала она Екатерине II. Вероятно, эту вещь императрица использовала как указку. Искусство механиков Швейцарии представляет музыкальные часы с многослойными живописными композициями. Между двумя планами пейзажей помещены фигурки людей и животных. На другой стороне часов – парусники. Все они приходят в движение при бои часов, вращаются мельничное колесо и солнце, выполненное из бриллиантов и рубинов. На рубеже XVIII-XIX веков в Швейцарии создавалось множество изящных безделушек, небольшие брелоки, карманные часы, музыкальные шкатулки. Эти роскошные безделицы считались ценным подарком. Они бережно хранились в фамильных аристократических собраниях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конструирование украшений с механическими секретами продолжает интересовать и современных мастеров. Кинетический браслет исполнен крупным немецким мастером Фридрихом Беккером в 70-х годах XX века. Вставки из искусственных корундов начинают сложное вращение только при движении руки. Эффект украшения построен на игре равновесия и динамики. Вращение ярких деталей завораживает современного зрителя так же, как и в давние времена. Первым в ряду выдающихся русских изобретателей прошлого стоит имя механика-самоучки Ивана Петровича Кулибина. Эти часы нижегородский мастер Кулибин задумал изготовить к приезду Екатерины II в Нижний Новгород и преподнести их императрице в качестве подарка. Часы состоят из 427 мельчайших деталей. В конце каждого часа курантовый механизм играет пасхальные мелодии. С 8 утра до 16 часов дня гимн Христос воскресе. В остальное время псалом «Воскрес Иисус из гроба». В конце часа в середине яйца автомата распахивались царские врата и разыгрывались пасхальные сцены. В глубине золоченого чертога возникало изображение гроба Господня и дверь, заваленная камнем, охраняемая стражами. Затем появлялся ангел, камень отваливался, стражники падали ниц. Выходили жены-мироносицы. В полдень часы играли гимн, сочиненный Кулибиным в честь прибытия императрицы в Нижний Новгород. Екатерина II умела ценить талантливых людей. Она предложила Кулибину должность механика в Академии наук. В XIX веке в России большой популярностью пользовались фарфоровые композиции с механическими сюрпризами. Музыкальные шкатулки, огниво, работавшие на водороде. Такие необычные изделия выполнялись на императорском фарфоровом заводе и частных фарфоровых мануфактурах, например, на фабрике Попова. Украшением интерьера Белого зала Зимнего дворца является Большое механическое бюро, выполненное по заказу Екатерины II в мастерской Давида Ренгена, знаменитого немецкого мебельщика эпохи классицизма. Бюро с Аполлоном заключает в себе множество секретов. Когда центральная дверца опускается, то открываются полочки для писем, которые могут превращаться в кабинетик для драгоценностей. Скрытый за фронтоном пюпитр, предназначенный для письмостоя, автоматически выдвигается и раскладывается. В Белом зале представлен еще один памятник мебельного искусства работы Ренгена. Это напольные часы со сложным механизмом, которые исполняют пять мелодий Кристофа Глюка. Механизмы изготовлены искусным мастером Кинцегом из города Нейведа. Украшением зала, привыкающего к Восточной галерее Зимнего дворца, являются большие напольные часы с механическим органом, называемые также механическим оркестром. Часы в виде архитектурной композиции с портиком были созданы петербургским механиком и часовщиком Йоганом Георгом Штрассером. Изначально на 13 валиках были записаны фрагменты произведений Моцарта, среди них увертюру к волшебной флейте. Музыка Гайдна. Через полвека добавился валик с маршем из Тангейзера Рихарда Вагнера. Корпус механического оркестра изготовил мебельщик Генрих Гампс. В композиции каретного музея, размещенной в реставрационно-хранительском центре Эрмитажа в Старой деревне, представлены уникальные дрожки с верстомером и механическим органом. Они изготовлены в конце 18 века Егором Григорьевичем Кузнецовым, выдающимся крепостным мастером из Нижнего Тагила. Механизм органа сконструирован так искусно, что даже при сильной тряске во время движения заданная мелодия не сбивается. Портрет Кузнецова – работа крепостного мастера Сидора Дубасникова. Им же были расписаны и сами дрожки. 16 лет Кузнецов работал над исполнением дрожек, чтобы освободить свою семью от крепостной зависимости. Каминные часы, созданные по идее графа Арахчеева, входят в композицию художественного убранства русского интерьера XIX века. Насыщенные символикой часы – своеобразная композиция, посвященная памяти Александра I. Бьют часы один раз в сутки, в час кончины российского императора. С последним ударом три раза проигрывается мелодия заупокойной молитвы. Один из самых знаменитых автоматов прошлого – часы «Павлин» – находится в павильонном зале Малого Эрмитажа. Необычные часы с птицами-автоматами были изготовлены в Англии Джеймсом Коксом. Прибыли они в Петербург в 1781 году в разобранном виде. Собрал часовой механизм и заставил фигурки птиц двигаться и петь гениальный русский механик Кулибин. С 1794 года автомат с часами находится в действующем состоянии. Продолжение следует...